Руками не трогать. Собираешь, продаешь или же покупаешь цветы первоцветы, будь готов заплатить новый штраф от 510 гривен до 1700. Именно в такую сумму выльется незаконный букет первоцветов. Таким образом надеются защитники природы сохранить и приумножить популяцию пролеска, ряста и подснежника. Последний вид к тому же занесен в Красную книгу Украины. Подробности расскажет Елена Зверхановская. Порой люди сами не подозревают того, что, срывая первое, весенние цветы, они не только наносят вред окружающей природе, но и нарушают закон. Две или три недели назад внесло коррективы в административный кодекс и штрафы для граждан за недобавшие отношения к этих растений от 30 до 100 неподадкованных минимумов. Почему надо беречь первоцветы? Специалисты по экологической безопасности утверждают, на месте сорванного цветка новый в лучшем случае вырастет через 3-5 лет или же не зацветет вовсе. Так в Белокуракинском районе практически исчезли подснежники. В конце 80-х, в начале 90-х роков тут же подснежники росли. И в данном случае мы ее вообще не наблюдаем. Мы видим только пролисок. У нас в Белокуракинском районе на Луганской области прорастает два виды пролисок – двухлистовый и звичайный. По словам Сергея Рожко, пролисок и ряст для степной Луганщины растения редкие. А подснежник к тому же занесен в Красную книгу Украины. Чтобы они не исчезли с лица земли, защитники природы призывают не рвать, не продавать и даже не покупать первоцветы. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подия.